А вот где у нас было, ребятки, значок 2019, к китайскому Новому Году. Вот такая вот хрюшка, а здесь какие-то шапочки, как будто бы мексиканские, или это что-то из китайской пищи. Сегодня празднование китайского Нового Года, 5 числа, по крайней мере. У меня сегодня 5 число. Гибрид Мегистотери нам пока что не доступен, ребятки. Да, но нам пора проходить эту эпопею, которая называется Битва Титанов. Нам предстоит пройти 5 битв. Ну, здесь существа обычного уровня сложности, и мы можем сражаться обычными существами. Так, так и так, давайте будем размышлять. То есть, вот, в принципе, смотрите, аналог даже посильнее получается. 30-й, если он подменится. Можно взять вот такого вот парня. И вот такого. Давайте, такими пойдем, какими-то парами, которыми обычно не ходим. Блин, здоровый, что-то он. Приатродон казался мне довольно-таки крупным парнем, но нет. Конковинатор, да, намного больше, кажется. 2. Вот это он зря. А вот я его за 2 точно пробью. Блин, надо было Аптера Доустро, да, поставить. Я рассчитывал, что он все-таки подменится, а он не подменился. Ну вот, на 2 проатаковал. Ну, нам, на самом деле, по фигу. Мы тут вообще довольно быстро сейчас распетляем. У нас, смотрите, 2 балла осталось. А Аптера Доустро у нас за 4 не пробьет, наверное. Хотя, не, пробьет. Тысяча на 4, да, пробивает. Ну, это если у него было бы 4. А вот за 3 вряд ли. Останется что-то. Косарик у нас остался, ребятки. Ну, вы сами понимаете, здесь изи катка. Давайте подменимся. Оп, Тер Доустро, смотрите, 2-шечку бьет. Это больно. Это больно. Минус 1. Так, первый бой вообще легкий. Совсем легенький попался нам. Давайте смотреть дальше что. Дальше Птерыч, Конковеныч. Ну, давайте начнем вот с Индоминуса. Или с того же Конковенатора. Конковенатора. Тут можно брать 3 хищника. Вот давайте, вот Таникалагреусом мы не часто сражаемся. Можно атаковать. Хотя здесь легко можно было взять вторую Амфибию. Больно было. Но, ничего страшного. Мы его тоже легко добьем. Так, брат-близнец нашего умершего. Смотрите, тоже очень похож на Акроконтозавра. Анимация одинаковая. Атака на 2 и обломись. А мы делаем атаку на 1-2. А, и у нас не обломись. Че тут? И Аламбия хочет. Зомбаламбия. Как в этом, в Легендах Дракономании есть Дракон Зомбик. А у нас тут Зомбиландия. Ну и все, вот и поживились. Вот это таки турнир вообще. Просто сплошное удовольствие проходить. Когда есть большой выбор. Так. Тут можно даже при желании взять даже кого-то вообще послабее одного. Если взять команду контрящую по стихиям, да, то потом можно третьего брать вообще кого угодно. Так, отдадут нам Секодонта. Сегодня я получил Горгозавра за турнир, с которым мы вместе с вами стримили. Вот, смотрите. Метриофодон. Но он подменится. А на кого он будет подменяться, неизвестно. Да. Вот, допустим, Сегныч. Кто у нас тут есть? Процерат. Ну, давайте попробуем. Тут можно даже проиграть спокойно, вообще без вариантов. Переиграем. У нас попыток море. О, вот это поворот. Один удар, один труп. Это хорошо. Но нам же... О, вообще шикарно получилось. Это будет быстрая битва. Он обязан сейчас. Передоустро 100% нас атакует, потому что он 100% нас убивает. И мы его Сегнычем тоже за один удар валим. Вообще шикарно. И потом Процератозаврна будет 100% нас атаковать, потому что он сможет нас пробить за два. Ну, у него будет три уже, да, по идее. Да. Он знает, что у меня один в защиту. Но если два сверху навернуть, от того гляди. Да. Ах ты, ё-моё, чёрт. Подюри. Если бы у него не хватает силы удара. Но он всё равно решился. Хотя, это была неверняковая ситуация. И смотрите, Процератозавры. Как в этом, в Jurassic World Live, да, новый гибрид. А как же там, Процератозавр плюс Галимим. Процератомим, да, по-моему, так называется. Вообще, изи-катка. Так, идём дальше. Иоламбия. Птеродауста. Ну, чё-то как-то, это разнообразие противника. Не радует. Мастодонзавр этот постоянно. Птеродауста и Иоламбия. Ну, ё-моё. А где мой Барионикс? Я думал, он что-то где-то есть среди сильных. Он может занят у меня, правда. А, вот мой Барионикс. Барионикс, иудиоморфодон, и Стиги. Давайте, погнали. Так, Птеродауста меня за два не пробьёт. Стиги надо было, наверное, вторым поставить, хотя нет. Он должен подмениться. Смотрите, какой дерзкий. Не подменяется. Ну, Птер тоже нас не пробьёт. Ну, Птеродаустро. Глупо. Вот здесь лёгкий очень противник. Такой какой-то искусственный интеллект. Глупенький. На два. Ну, вот и что дальше. Мой Эудиморфодон пробьёт. Раз-два, раз-два. Вообще. Райское удовольствие, как говорит реклама Баунти. Пробивать. Турнир Битву Титанов. А так она один. И что бы это значило? Ладно, давайте сделаем вот так. Эм, готово. Так, ну и последний бой. Ну, неужели? Хотя бы сменили. Один мастер-донзавр остался. Из старых. Ладно. Смотрите, у него амфибии, амфибии, амфибии. Кем будем сражаться? Можно взять травоядных. Вообще, отличный вариант. Кого? Допустим, Апатича мы редко берём. Урхича и Унайринхича. Ну, так. Ну, я бы взял даже Анкилодок, она будет, боюсь, слабоват. Ладно. Давайте так будем разбираться. Разбираться. Чё так бьёшься больно, гадёныш? Ну, он сейчас опять протакует нас на два и будет отлично. Нет. Трусливая собака. Хе-хе-хе. Престозух. Укусил и спрятался в домике. Вот так вот. Раз-два. Раз-два. Ну, от кого? От Мастадонзавра защищаться? Два-два мы выдержим. В любом случае. А у нас Унайринх порвёт Апатозавра. Ну, решил таки проатакват, но вообще сплошное удовольствие. Этих пять боёв прошли вообще незаметно, даже как бы не напрягся. И так, четыре. Ну, и всё. Ам-нам-нам. Ну, такие суровые атаки вот этих травоядных. Жесть просто. Унайзавр, Унайринг. Кровавые. Так, ну и вот Секодонт у нас тут. Пятьсот бакинских, две пятьсот генов и Секодонтазавр, ребятки. А, отлично. У меня есть ещё что, даже эволюционная борьба, битва посмотрим. Давайте мы, может, заглянем сюда, сделаем один боёчек. Условия травоядного взять какого-то. Вот, давай тебя. Так, чисто, для разминки. Он может меня пробить, если насобирает много баллов, но он не успеет, конечно же. Крохотка Раптора. Ну, посмотреть просто на высоту, с высоты Зауропода, на крохотку Раптора. Прикольно, он как будто бы встал и захотел вот съесть вот те вот растения, которые свисают со второго этажа. Так, давайте ещё тогда сходим, смотрите. Давайте возьмём, кого послабее хочется взять, что ли. Надозавра давайте возьмём. Ну, чисто так, Монастыга Тиготопс пусть будет. Красиво выглядит Надозавр, он мне нравится намного больше, чем Анкилозавр в этой игре. Он более старый, древний, да, это примитивный Анкилозаврит, или даже это другое семейство броников. Ну, более древнее существо, чем Анкилозавры. Зачем я, правда, защиту поставил? Спинич нас не пробьёт. Хотя, нет, может и пробьёт на 3, 3, 9, не, не хватит ему, на 4 надо пробивать. Давайте вот так. Ну, смотрим, может он такие пробьёт нас, 4, 4, вот 4, хватит, нет, 6. 4 прошло, оно должно хватить, да? Да, хватило, ну, молодец. Тогда тебя съест второе существо, которое вроде как травоядное, но вроде как хищник. Монастыга Топс. Ну, да, его зубы точно не для травы. Вот такие вот дела, ребятки. На этом, тогда, с вами уже попрощаюсь, а этот боёчек, наверное, пройду вместе со следующим турниром. До скорых встреч. До свидания. До свидания.